Звёздный завтрак Максим Олейников. Певец, поэт, композитор. 16 лет. Выступал в ресторанах Волгограда и Сочи. В 2009 году занялся сольной карьерой. В мае 2011 года Максим познакомился со Стасом Михайловым и в течение пяти лет гастролировал с артистом по всей стране, представляя свои песни. Являлся резидентом творческой мастерской Михайлова. В настоящее время Максим Олейников активно гастролирует и открыт для сотрудничества с именитыми авторами нашей страны. Об одном таком плодотворном сотрудничестве поговорим прямо сейчас в «Звёздном завтраке» на радио «Шансон». У нас в гостях Максим Олейников. И не с пустыми руками, между прочим, пришёл Максим. Во-первых, мы сегодня официально презентуем и поговорим о песне «Нас толкает за рамки любовь». А во-вторых, подарим нашим слушателям возможность поприсутствовать на съёмках клипа на эту песню. За самый интересный вопрос. Так что, если вопросы есть Максу, кидайте их в Вайбер, Ватсап, Телеграм, работают. Обязательно подписывайтесь, из какого города тоже указывайте. Плюс семь девятьсот девять, девять пять пять, сто три и ноль. Ждём вопросы. Максим, ну начнём с самого начала. Вот у нас в эфире появился Максим Олейников. Понятно, что сходство с голосом Стаса Михайлова, конечно, феноменальное. И тут мы узнаём, что долгое время ты мотался по гастролям вместе со Стасом. Вообще, с чего всё началось? Вы где познакомились с артистом? Познакомились? Ну, наверное, не познакомились сначала, а он заметил. Я написал альбом одному артисту, вот, и мы выступали на телеканале. Там песенку заметили одну, я за клавишами стоял, и вот заметили, что это я пишу. Стас смотрит такой, говорит, что ты на меня похож этот парень, а дай-ка я с ним поближе познакомлюсь. Подождите, я читала, что там какая-то детективная история случилась, что первоначально, когда он услышал твой голос, оказался другой артист, с которым он познакомился. Так это было, да? Да, был другой артист. В чём магия? Да ни в чём магия. Просто я песни писал этому артисту, и получилось так, что у нас один дуэт был с ним, и он пригласил меня. Говорит, постой на клавишах. Я говорю, я же не клавишник, я вокалист. Ну, он говорит, сделай вид какой-то там, поиграй, споём как раз эту песенку. Эту песню спели, и так уж получилось, что Станислав Владимирович заметил. На сегодняшний день Стас Михайлов тебя продюсирует? Нет. Нет? А было такое вообще? Было, конечно. Брал тебя под своё крыло? Да. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот Стас, он такой трудоголик, он на месте вообще не сидит, у него гонка такая в творчестве. Как тебе вот эта гонка постоянно? Ты же вместе с ним был? Я такой же. Ты такой же, да? Да, абсолютно одинаковый. А что тебе сказал Стас Михайлов, когда он тебя впервые увидел? Ты помнишь, что дядя? Привет сказал. Привет сказал. Попросил спеть, наверное. Да, по-моему, в Химках был концерт, как раз подготовка к концерту. И вот он говорит, ты можешь эту песню спеть сейчас вот прям на микрофон? А ты свою песню исполнял? Да, там высоко песня называется. Да, он говорит, спой её сейчас вот прям сходу. Я говорю, ну, пожалуйста, спою. Ну, спел, и всё, в общем-то, и завязалось. Ну, самое удивительное, что Максим похож и на Стаса Михайлова, и посмотри внимательно на Данилу Козловского. Да, вы не первый, кто говорит. Есть такой. Слушай, а откуда вообще вот эта вот такая же манера пения, как у Стаса Михайлова? Это из ресторанов пошло? Я не знаю. Я так не считаю, что она на него похожа. Меня все говорят. Меня это иногда... Ты прям не замечаешь. Не обижай, это заводит. Я стараюсь, чтобы, ну, как-то оригинальнее быть. Ну, вот я не знаю, может быть, это вот сходство, что мы столько лет вместе ездили, и всё-таки, когда каждый день артиста слушаешь, тем более он был не то, что как наставник, он ещё был и любимым моим артистом до того, как я с ним познакомился. Поэтому, может быть, вот это влияет. А говорили, что только женщины фанатеют по песням Стаса Михайлова «Разведённые». Неправда? Ну, я в хорошем смысле любимый. А вот о том, каким образом Максим Алиников вошёл в топ-исполнителей Китая, мы поговорим после небольшой паузы. Ваши вопросы ждём. Плюс семь, девятьсот девять, девять пять, пять, сто три и ноль. Скорее пишите. Звёздный завтрак. Максим Алиников у нас сегодня в гостях. До рекламы говорили о том, что Макс попал в топ-исполнителей Китая. Это правда, Максим? Ну, наверное, да, распишут. Ну, расскажи об этой истории всем нашим слушателям. Да, она для меня самого удивительна была. Я из новостей узнал. Мы написали песню к 75-летию победы военную. Память времён. Память времён, да. На русском языке, да, точнее. На русском, да. Сняли клип на неё. Там снялся народный артист СССР Лановой. Вот. И как-то уж так получилось, что в Китай она попала и попросили, говорит, ты можешь на китайском спеть. Ну, неожиданное предложение. Ты даже заучил китайский? Или ты знаешь китайский? Нет, я не знаю китайский. У меня получилось так, что я взял, точнее, перебрал несколько педагогов. Они писали мне транскрипцию. А ты повторял, да? Я её повторял, потом меня исправляли, потом я по фразе записывал, потом меня опять исправляли. Ну, где-то месяца полтора это шло, у меня мозги просто... А ты помнишь сейчас вот китайский текст песни, то и можешь напить нам? Нет, строчечку одну. Слово не могу напить. Я где-то читала, что активисты даже готовят документы, чтобы эта песня вошла в музыкальную программу для школьников. Я, правда, не знаю, для чьих школьников, российских или китайских, но так или иначе. Может быть, да. Дорогого стоит, на самом деле. Ну, смотри, вот на русском, да, на китайском, а на английском есть в тебе песни? Я вообще не сторонник петь на иностранных языках, да, потому что когда ты... Ну, с этой песней отдельная история, да, я понимаю, про что я пою, но когда я не знаю язык, я на нём не думаю. Ну, это некая неправда, что ли, ну, неискренность, да, когда я не понимаю, про что я пою. То есть я должен понимать, про что я пою, а просто произносить текст. Кстати, слушатели очень чётко осознали, про что ты поёшь в песне нас толкает за рамки любовь. Немного поговорим об этой композиции, мы скоро её послушаем. Вот, кстати, уже вопросы прилетают. Ставропольский край. Галина спрашивает, а вас любовь толкала когда-нибудь за рамки, Максим? Она всегда за рамки толкает. Что для тебя вообще за рамки выйти в любовном плане? Рамки у каждого свои. Это, я считаю, что, ну, некое такое интимное, что кого за рамки толкает. У кого-то одни рамки, у кого-то другое. А ты часто из зоны комфорта выходил, из зоны вот этих рамок? Я всегда нахожусь вне зоны комфорта. Идёшь на пролом, да? Да, всегда. Всегда какие-то преодоления, всегда какие-то, может быть, жертвы даже, да. Ну, всегда в этом состоянии находишься. Потому что если в них не находишься, это не настоящее уже. То есть есть тебе комфортно, ну... То есть ты из тех людей, которые считают, что жизнь — это борьба. И в борьбе как раз победа будет за нами. Мы буквально вчера же разговаривали с женой. Вот ты поздно ложишься, рано встаёшь. Я говорю, я не могу, я даже ночью сплю, я постоянно ворочаюсь. У меня мысли, я где-то летаю, у меня всё вечно напряги. Есть жена, да? Ну, есть. Ну, вот всё, мы расходимся. Кто-то вышел из нашего чатика, выключил радиошансон. Слушай, а у тебя же недавно жена появилась, да? Вы недавно поженились? Ну, как недавно? Десять лет назад. А вы десять лет назад поженились? Боже мой, я какое-то очень старое интервью подняла. По кругу. Александра. Где вы познакомились с ней, расскажи? У меня на студии. Она тоже песни поёт? Да. А есть вероятность, что Александра и Максим Алиниковы выпустят совместную песню? Не знаю пока. Кстати, а что с дуэтами, Максим? А что с дуэтами? Будет ли дуэт со Стасом Михайловым? Это, наверное, самый очевидный вопрос. Ну, это, наверное, не ко мне, не по адресу вопрос. Вообще он был же дуэт у нас в Кремле. Мы пели его песню «Всё для тебя». Уже дуэт-то был. Когда он представлял программу «20 лет в пути», вот мы эту песню спели. Хорошо. С Стасом понятно. А вот с артистками шансона, певицами, с Ваенгой, есть желание? С Петровской. Тоже. У неё тоже вся жизнь борьба. Конечно. Знаешь, Лена, вот она так-так живёт. Часа таких сошлись в одной письме. Слышишь, какой взрыв будет? Ну, конечно, есть желание. С удовольствием. А что для этого нужно? Наверное, песня. Да даже песни есть. Но пока вот, к сожалению, не срастается. Песни есть с кем-то. Даже есть намётки, с кем бы я спел и для кого у меня... А песни, где ты сам пишешь музыку, да? Да. И музыку, и слова. Вот, кстати, в песне «Нас толкает за рамки любовь» музыку написал сам Максим Олеников. А вообще сейчас со Стасом общаетесь? Ну, не то чтобы... Ты можешь взять руки мобильный телефон и, допустим, ему позвонить или посоветоваться? Вы друзья или всё-таки коллеги? У вас какой уровень? Ну, мы приятели коллеги, скажем так. У нас нет таких острых отношений, да? Ну и как бы сказать, чтобы мы прямо друзья были, нет. Там между вами холодок какой-то прошёл, что ли? Он мне больше как наставник, что ли. Учитель. Учитель, да. То есть, ну, просто так набирать, привет-то как дела спросить, ну, это же глупо. Конечно же, если что-то случится, там, да, такое вот, ну, действительно серьёзное, телефон у меня есть, я могу набрать. Но просто так звонить... Блин, Макс, счастливый человек. А ты за помощью вообще когда-нибудь обращался к нему? Вот какая-то сложная ситуация у тебя в жизни, и ты к Стасу Михайлову за помощью обращаешься? Или нет? Ну, вот серьёзно... Не злоупотреблял? Нет, нет, серьёзно, прямо вот нет. Тут вопрос от слушателей, опять же, прилетает. Вот эта вот схожесть со Стасом не мешает быть популярным? Мешает. Ты понимаешь, что это такая печать вообще до долгих годов у тебя? Мешает, она мне и самому мешает, потому что я, если бы понимал, где я похож и в чём, я бы это исправил. В голосе, Макс, ну в голосе. Я бы, я себя сам слушаю, я не понимаю, в чём похож. Серьёзно, да? Я слушаю, ну, если поставить Стаса и меня, это разные люди. Но людям почему-то кажется, что похож. Мне тоже кажется, что я не похож. Хорошо, мы сейчас послушаем голос Максима Оленикова. В песне «Нас толкает за рамки любовь», где музыку написал сам Максим. Ну, а ваши вопросы продолжаем принимать. Плюс семь, девятьсот девять, девять пять, пять, сто три, ноль. На кону ценный подарок. Звёздный завтрак на Радио Шансон. Мы всё официально запускаем музыкальное плавание. Песню «Нас толкает за рамки любовь» в исполнении Максима Оленикова. Макс, расскажи, пожалуйста, как вообще попало к тебе? То есть у тебя была музыка, и к тебе попали стихи, да? Нет, нет, наоборот. Наоборот, да. Ты увидел стихи. Да я вообще, в принципе, как решил познакомиться плотно с творчеством Михаила Сафарбековича, и начал читать на сайте стихи.ру, да, там около 150 стихотворений. Ну, честно скажу, сначала было сложно, потому что сначала очень такой смысл, да, над которым нужно подумать. И вот когда много читаешь, 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 у меня какое-то помешательство произошло. Но со временем уже, когда начинаешь разбирать более предметно на фразы, то каждая фраза даже самобытная получается, и уже когда углубляешься, музыка сама собой рождаться начинает. И, собственно, особых проблем-то не возникло с песней. То есть ты реально увидел стихотворение «Нас толкает за рамки любовь» и понял, что оно твои слова. Да. И дальше что-то делал, на кого-то выходил. Связь с космосом, Мирослав Романович. Обычно это так происходит, понимаешь? Так, хорошо, смотри, мы вот сегодня слушателям дали им такой необычный презент, возможность участия в съемках клипа на песню «Нас толкает за рамки любовь». Ну, рассказывай, во-первых, где будут проходить съемки. Волгоград, Китай, Москва, Подмосковье. Ну, я думаю, что в Москве съемки будут проходить. Да, в Москве. Так, каков будет сюжет? Это интрига. Он и она? И какие-то рамки? Там, ну, сейчас чуть-чуть прям завесу. Ну, давай, давай. Там он и она присутствуют, но это больше такое противостояние друг друга. Вот, опять же, на грани доверия, да, там, с друг другом. Где присутствует любовь. То есть они любят друг друга, но постоянно какое-то противостояние характера происходить будет. Между ними что-то там. Всегда, да. Какие-то обстоятельства. Прям мистер и миссис Смит? Ну, что-то типа того, да. Пистолеты будут в клипе? Пока не знаю. Животные, дети, старики. Думаю, интрига будет. Вот давайте вот будет интрига. Не дает вообще. Ты знаешь, вот мы презентовали песню. Вот смотри, Мирослав, есть сообщение. Мнение слушателей разделились 50 на 50. Значит, вот одни пишут, что у Максима свой голос, своя манера. Он живет песню по-своему. Выбирайте слова, осторожно не путайте имена любимых артистов. А кто это написал? Голос, манера исполнения, точь-в-точь Михайлов. Я вот тоже песня звучала. Я говорю, Макс, ну неужели ты не слышишь вот эти вот нотки? Ну, в хорошем смысле сейчас Стас меня услышит. Скажет, Аня, вообще. А я услышал собственное прочтение. Понимаешь, собственность вот Максима, где он раскрывается, где высота вот это уходит, его голос. Ты сказал, что ты можешь исполнить в манере Стаса и в своей. Давай мы почувствуем разницу вот наконец-то сейчас. Сделаешь нам такой фильм-то? Ну, мне напеть какую-то песню Стаса? Да, и в манере в своей, как ты ее исполняешь. Напой. Я не могу в манере Стаса исполнить, потому что я в его манере не пою. Ну ладно, ты же в ресторанах пел столько времени. Ну это когда было лет 16 назад? Не стесняйся, не стесняйся. Но честно сказать, вот сейчас вы сказали по поводу разделения голосов 50 на 50. Прогресс есть, потому что вот 3 года назад, когда мы со Стасом перестали работать, было намного больше в другую сторону. Сейчас, видимо, у меня уже манера все равно чуть-чуть еще поменялась. Ну ладно, не будем заставлять. Мы переключимся на автоновости и после узнаем, занимается ли хоккеем. Максим Олеников до сих пор. А ваши вопросы ждем. Плюс 7 909 955 103 0 присылайте. Звездный завтрак на Радио Шансон. Человек с огромным сердцем и большой душой. Максим Олеников у нас сегодня в гостях. До рекламы говорили, Макс, о твоем увлечении, о хоккее. Ты когда-то увлекался хоккеем, да? Ну, не то чтобы увлекался. Я учился в спортивной школе. У нас был класс волейбола вообще. Но я параллельно в хоккей ходил, потому что мне нравилось. А сейчас осталось это увлечение у тебя? Нет, не осталось, но катаюсь хорошо. А со спортом помимо хоккея еще дружишь? Ну, не то чтобы дружу, но не против, скажем так. Прям дружбы нет такой прям сильной. Не хватает времени на это или в чем? Да. Ленивый немножко. Ну и где-то лень есть. А ты не предрасположен, да, к полноте? Предрасположен, но у меня больше сила воли так, чтобы не кушать. О, поделись, как ты это делаешь? Что ты делаешь, чтобы не кушать? Сила воли, работаю над собой. Хорошо. Почему тогда сила воли не дала тебе доучиться в музыкальной школе на аккордеоне? Ты же бросил? Ну, я маленький был. Мне это было скучно. Постановка руки. Я там выглядывал, у меня нос только торчал. Мне вот так одели его. Все играют там, ребята, там, в футбол, да, во дворе. Я сижу, гаммы гоняю. Ну, скучно, конечно. А это правда, что в музыкальном институте тебя признали непригодным? Три года я поступал, мне признавали непригодным. А что тебе говорили? Как это так? Просто интересно. Он говорит, иди займись чем-нибудь другим, ну, не дано тебе петь. В смысле? Вот так. Мирослав сейчас ответил за пацана. В смысле, комиссия? В коромысле, Мирослав. Да. А что ты пел, кстати, на вступительных экзаменах? Я сначала вообще на гитаре поступал, как гитарист. Пришел, начал поступать, вроде все нормально, но мне говорят, ну, классику надо играть. Я говорю, я не буду играть, все, пойду на вокал. Пришел на вокал, там больше как прослушивание, спой что-нибудь. Спел, подготовился, нет, говорит, иди на народники. Я на народники прихожу, я говорю, я не хочу это петь. Иду опять поступать на классику. Три года так тебя туда-сюда, да? Какие-то странные педагоги, у тебя абсолютно ненародный голос. Ты прям вот эстрадник, эстрадник, эстрадник. Да. Можно ли сказать, что ты пошел работать в ресторан самоутверждаться? От обиды, так сказать. Назло. Докажу вам всем, ребята. Ну, это больше даже было место единственное, где можно было себя показать и где можно было петь. Школу набрать вот это вот вокальное, в том числе. Ну, да. Я же на классике учился. Я вот в ресторан каждый вечер ходил, ломал. Мне каждое утро, ну, что с тобой опять? Вот это ты разрывал просто. Представляешь, вечером ты ломал какую-нибудь фирму. Ну, в классической манере, а в ресторане, естественно, там... Макс, ты помнишь день, когда тебя впервые на улице узнали поклонники? Посмотрели, сказали, так это же Олейников. Это вы, да, правда? Было такое? Ну, день не помню. Оно как-то постепенно, очень медленно-медленно-медленно. Даже вот сейчас тоже я еще не привык. Где-то идешь, так смотришь, на тебя смотрят, думаю... Ты считаешь себя звездой? Нет. Да ладно? Нет, абсолютно. Хорошо, звезда это кто? У меня нет определения. Не знаю. Кого узнают на улице? Наверное, может быть. Ну, у тебя же, смотри, столько подписчиков в Инстаграм, да? Люди пишут. Вот сегодня нам очень много слушателей пишут. Осознание должно, наверное, прийти? Пока нету. Скромный какой у нас сегодня человечек. А вот, кстати, социальные сети, смотри, ТикТок, Ютуб, Фейсбук, Контакт, Инстаграм. Ты сам ведешь свои страницы? Да. С поклонниками общаешься? Абсолютно, сам все. То есть они могут быть спокойны, что через третьи руки переписка там не проходит. Ну, мы какое-то время пробовали с человеком поработать с СММ, да, но у меня люди сразу стали понимать, что это не я пишу. А в ТикТоке-то есть? В ТикТоке есть, но это, скажем так... Это не танцы? Там я лично не пишу. Именно ТикТок, он сейчас так как-то стоит у нас. А что там, танцы, песни, что там? Также ролики там, немножко свой формат, но мне ТикТок не очень понятная площадка, поэтому как-то она вот мне не близка. А ты из тех артистов, которые считают, что без радиотелевидения в современном мире можно добиться высот? Ну, при помощи интернет-площадок различных? Нет. Нет? Нет, я считаю, что все-таки ближе к зрителю надо быть. Медиа, это все-таки основа-основ. Не, Мирослав, почему спрашивают? Сейчас же много молодых артистов, которые прославились именно в соцсетях, в том же ТикТоке. Я не спорю. Нигде никто не слышал, там на радиотелевидении, а потом бац, такие с миллионами подписчиков и денег. Мне кажется, высшая точка вообще артиста — это личное общение со зрителем. У тебя есть продюсер? Да. Есть человек, который занимается твоей раскруткой. Почему Максим Алиников не хайпует? Нет никаких скандалов, ничего. Вот в интернет зайди, все так хорошо, все так мило. Это нормально, это нормально, но скандалы в хорошем смысле этого слова тоже подогревают на каком-то первоначальном этапе. Сейчас же время пиара такого, черного в том числе. Наверное, потому что я человек такой. Ну вот мне вот такое, понимаете. Мне не нравится хайп. Я живу нормальной жизнью абсолютно. Ты пошел бы, например, в «Голос»? Не факт. Точь в точь. Вот эти все проекты. Ну вот не факт. А почему не пошел? Наоборот, знаешь, некоторые люди там лишний раз где-то там помелькать, это наоборот в плюс. Ну, лишний раз помелькать где-то, где тебя оценивают, да, не зритель, а еще кто-то. Ну, мне как-то вот не знаю. Мне кажется, это небольшой страшок такой. Ну ладно. Не то, чтобы страшок. Я уже в конкурсах тоже участвовал многое количество раз и уже, ну, в общем... А кроме музыки у тебя какие-то источники дохода есть вообще? Ну... Жена работает, да? Максим Олейников у нас сегодня в гостях. Мы видим ваши вопросы. Скромник, скромник друзьям прямо. Скромник, скромник. Ничего, сейчас растормошуем. 8-909-955-1030 присоединяйтесь. Звездный завтрак на Радио Шансон. Максим Олейников у нас сегодня в гостях. Макс, надо финц сделать, спеть Стэйси и Повалей. Ты про... Уже на самом деле до шутки дошло вот это вот сравнение Макса и Стэнси. Я лучше тогда втроем спеть. О! Вообще идеально на самом деле. Так, Мирослав, давай к вопросам, которые люди нам пишут. Да, огромное количество. Чего бы вы хотели, Максим, добиться в жизни, кроме популярности в сольной карьере? Ух ты, хороший вопрос. Ну, наверное, гармонии с самим собой. Гармонии. А у тебя нет? Неа. Ну, посмотри, ты нам рассказал, что ты постоянно выходишь из зоны комфорта. То есть ты владеешь, ну, собственно, своими чувствами. То есть ты собираешься в какой-то момент. Но в целом ты такой разобранный, да? Ну, не то, что разобранный. Я имею в виду, что гармонии с собой, чтобы так поспокойнее стать. Потому что я постоянно на каком драйве нахожусь. Разве это плохо? Ну, хорошо. Когда у тебя бодрит постоянно. Ну, хотя бы спать ночью спокойно. Саратов спрашивает, Ольга, что любите, кроме музыки еще? Давай, рассказывай свои слабости. Так, хорошо, покушать. При этом выглядит он просто как тростиночка. Ну, а сила воли? Зависть любых. А любимое блюдо какое, расскажи? Что любишь? Очень простое блюдо, макароны и гуляш. Молодец какой, макароны и гуляш. Да, если бы вот можно было худеть и кушать, я, наверное, просто бы даже ночью кушал бы. А ты сам готовишь, кстати? Да. Макароны и гуляш? Не, ну не только. Это просто мое любимое блюдо, а так фирменное. Ну, смотри, первое отличие уже нашли. Михаилов картошечку любит жареную, а тут макароны и гуляш. Так, идем дальше. Максим, а вы любите слушать свои песни по утрам? Екатерина из Москвы спрашивает. Нет, нет, я свои песни не очень люблю слушать, потому что их слушаю при записи в таком количестве, что пока она запишется, она у меня просто уже... А ты вообще какую музыку слушаешь тогда? Никакую. Если вот мне не помню. Никакую, я просто слушаю новостное что-то. Речь? Да. Ну вот новостное... Отдыхаешь? Да, вот музыку не люблю слушать. А вырос ты на какой музыке? В доме что у тебя играло? В доме? Да. Ну, наверное, что-то там, Es of Bass. Линда, руки вверх? Ну, возможно, но нет. Холио Иглесиас? Нет, 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 нет. Больше там, я говорю, что-то из фильма играла. 80-е, конец 80-х, начало 90-х. Да, да, вот такого плана. Дмитрий задает вопрос. Был ли, Максим, момент, когда вы хотели бросить пение и заняться каким-то другим делом? Нет. Ни разу не было. То есть ты как выбрал эту дорожку, прямо четко видел? Ее, если выбираешь, то по ней надо идти. Подожди, а многие, знаешь, выбирают, потом поют, поэтому бацают. Я не знаю про многих, я про себя говорю, что как только я с детства решил, что я хочу вот этим заниматься, все. Были много неудачи, было даже то, что это невозможно. Меня мама поддерживала, говорит, иди вперед, и всегда все получится. Вот что бы ни было. То есть если ты на нее становишься, то надо идти до конца. Расскажи про свою маму. Ей недавно 75 исполнилось, правильно? Я не ошибаюсь, да? Расскажи, она у тебя кем работала? Где она? Она была часовым мастером, сейчас здесь живет со мной, да. Часовой мастер, то есть она работала с часами, наручными, настенными? Да, она меня, мне было лет 14, я тоже ей помогал, я будильники делал. Серьезно? Обычно это мужская такая профессия, часовщика. У нас отчим был тоже часовой мастер. Так смотри, мы нашли другое дело, помимо музыки. Вот, пожалуйста. То-то у тебя часы такие роскошные на руке. Сам делал, Максим, большие какие-то. А мама поддерживала твое увлечение музыкой? Всегда. Всегда, да? Всегда. Вот с самого, как я взял аккордеон, все, и вот всегда. Она на твоих концертах бывает? Она очень плохо ходит. Она, ну, уже старенькая, поэтому ей тяжело. Ну, пару раз она была, да. Слушай, а так надо сотворить песню «Посвящение маме». Как мама зовут, кстати? Раиса Сергеевна. Раиса Сергеевна, если вы нас слушаете, у вас классный сын. У вас хороший сын. Вообще, вот мы гордимся, что у вас такой ребенок. Золото. Да вы какой. Вам долгих лет жизни и здоровья тоже крепкого. Макс, ну, к сожалению, завершать надо. Предлагаю завершить ярко такой точкой, да, чтобы уже расставить все точки над «и». Доказать всем, что ты — это ты, а другой человек — это другой человек. Что Максим — это Максим Алиников, а Стас Михайлов — это Стас. Слушай, давай возьмем фрагмент известной песни Стаса и исполним его в твоей манере, чтобы все уже поняли. Вот Алиников вот так поет, и вы не схожи. Что это враги, врут люди, кажется им. Ну, давайте. Давайте. Ну что, ладно. В ресторане ты это делал миллиард раз. Однозначно. Возьмем песню «Все для тебя». Давайте вот эту известную «Рассветы и туманы». Давайте кусочек попробуем. Извини, музыки не будет. Акапельное исполнение. Артист запил, да. У нас музыкантов нет. Ну, хотя бы припев просто. Все для тебя, рассветы и туманы для тебя. Моря и океаны для тебя. Цветочные поляны для тебя. Это был кто сейчас? Это Максим Олейников был. Вообще не похож. И остается Максимов. Все, вообще не похож. Макс, ну с премьерой тебя на радио «Шансон». Спасибо, что пришел к нам в гости. Спасибо большое. Подождите, нам же надо выбрать человека, который с тобой отправится на съемки клипа, нас толкает за рамки «Любовь». Вот многие вопросы, которые звучали буквально несколько минут назад, они были вопросами слушателей. За какой вопрос мы человека возьмем на съемки? Какой вопрос тебе вот в сознании прямо сейчас хоп, и ты его вспомнил? Ну вот первое вспомнил по поводу что-то типа... Плохо вспомнил. Мечта жизни какая. Хорошо, мы найдем автора этого вопроса. Ну когда я ответил, что найти с собой вот равновесие. А, про гармонию, да? Про гармонию с собой. Хорошо, если вы узнали, что это ваш вопрос, ждите, с вами свяжутся и расскажут, как можно попасть на съемки Максима Оленикова. Макс, ну хотя бы в Инстаграм выкладывай, как съемки будут проходить, потому что для нас это единственная возможность следить за тем, что происходит. У меня как только что-то раз, я сразу в Инстаграм все... Да, мы будем следить за твоим творчеством, за твоей творческой жизнью. Спасибо тебе огромное, что я пришел. Спасибо вам, очень приятно. Приходи чаще. Звездный завтрак на Радио Шансон.